Здравствуйте, уважаемые коллеги! Это же очень волнительный момент, когда вдруг видишь, что кто-то пришел. Это всегда тепло и приятно. Курс, который я хотел вам, вашему вниманию, предложить, вот он тут обозначен. Он достаточно такой амбициозный, если не сказать наголоватый. Хотя привычное словосочетание кино и философия, философия кино, уже перестает как-то всех отпугивать. Вот мы говорили про конференции, в Самаре минувшим летом была хорошая российская конференция именно с таким названием. То есть они собрали участников, которых волнует проблема. Что-то весь общее такое, пересекающее. Я сейчас вспомнил, что когда я начинал учиться, я учился на философском факультете Уральского университета, и у нас была встреча с нашим деканом, Рудкевичем Михаилом Николаевичем. На первом курсе мы все волновались вот так, а он пришел в наше общежитие поговорить с порослью. И Равея, мы задавали ему вопросы, в том числе и на записке, и я Равея написал. Михаил Николаевич, существует какая-нибудь связь между философией и кино? Сейчас я вас вспомню. Он так сразу возбудился и сказал, что никакой связи нет, надо выбирать либо это, либо это. Он испугался, что мы начнем что-то сочинять на философии про кино. Но уже через год я понял, что он был неправ. Я не стал с ним спорить, но мы практически его опровергали. Ибо на философском факультете возник совершенно замечательный киноклуб с чудесным названием Логос, где как раз мы и пытались синтезировать эти загадочные непонятные вещи. Логос вроде слова прежде всего, а кино это антислово. Это вообще несказуемая такая вещь. Какая-то чертовщина связана скорее с колдовством, с магией, нежели чем с разумом, с Логосом. Но тем не менее вот этот клуб показывал, что есть какая-то проблема и есть какая-то тяга. Я благодарен судьбе, что меня опустили в число функционеров этого клуба. Я взносы собирал, эти взносы я хранил, выдавал, если надо было оплатить поездку какого-нибудь оператора или режиссера. И это было здорово. А председатель нашего клуба, Вовка Лаптик, ну конечно не Вовка, а Владимир Лаптик, он стал кинорежиссером, снял несколько фильмов. Сейчас, по-моему, он директор телевидения в Екатеринбурге. Иным словом, сняв фильмы, ну кино потом исчезло, испарилось, прекратило быть. Но он не пропал. То есть вот это клубное движение, конечно, оно связано с профессионализацией. И когда я сюда приехал, и точно так же по инерции возник такой же клуб, с другим, правда, названием, то очень скоро функционеры внутри этого клуба пошли в профессиональное кино. Скажем, Саша Наговицын, он долго был председателем нашего клуба университетского, а потом закончил в ГИК, стал профессионально снимать. То есть это наш декан был неправ. Философия и кино пересекаются, вплоть до такого профессионального занятия. Значит, мои интересы в области философии, конечно, доминируют. Я введу исследования, я преподаю философию, скорее так, окрестности вокруг философии, самые разные, от социологии и логики до антропологии или же там семейки. Но интерес к философии у меня остался, и он подкрепляется сейчас еще одним таким важным мотивом, который говорит, что вот это словосочетание не случайно. Философия, ну я буду сегодня говорить о двух вещах, о философии потом может быть. Непонятно, как это синтезировать, строить лекционную беседу о двух сразу предметах, ну по очереди как, как бы. Непонятно, как это будет происходить, но что меня как бы мотивирует? Дело в том, что внутри самой философии, вот интерес к этому движению, или к связке, связанной в кино, он чрезвычайно глубок. И крупнейший философ 20 века, Жиль де Лёс, он радикально пересмотрел не просто философию, но еще и теорию кино. Жиль де Лёс написал двухтомник, который красноречиво называется, кино. Том 1, том 2. Вот этим своим сочинением Жиль де Лёс вообще переписал заново, или сказал, что вся старая теория кино абсолютно не годится выбросить ее на свалку. И то, что он написал, не согласуется ни с одним другим теоретиком кино. То есть, фактически Жиль де Лёс показал, что у нас вообще-то нет теории кино. Кино есть, а теории нет. Вообще, это здорово. То есть, так же, как люди. Люди мыслят. А как это происходит, никто не знает. Потому что нет у нас науки о том, как люди мыслят. Нет такой науки. Уж, по крайней мере, ни логика, ни психология таковыми не являются. Но люди-то как-то мыслят, слава богу. А теории нет. Вот с кино примерно такая же происходит вещь. Но она еще осложняется эволюцией самого кино. Значит, я представился и поделился своими восприятиями этого момента, этого процесса. Но дальше больше. Потому что если у нас тут есть два слова, то я должен как бы исполнять эти обещания. Говорить про философию, ну и неизбежно говорить про кино. Раз у нас с вами тут дискуссионный клуб, нам надо же искать какую-то форму, где третий вопрос точно так же можно было бы порешать. Вот философия так или иначе бы решать, про кино тоже. А дискуссия-то какая у нас была? Вот для меня этот пункт был самым таким неудобсказуемым. Но, во всяком случае, были самые разные варианты. Я его даже предлагал разные варианты с нашим замечательным устроителем. Им надо спасибо сказать за такую теплую аудиторию и возможность встречаться. И у меня был вариант какой? Вот в отношении того, на какой платформе это нам соединять дискурс о философии, но это будет мировоззрение и человек, прежде всего, антропология, и дискурс о кино. Где, на какой базе соединять их, на базе чего? Я очень хотел бы, чтобы вот такая вот затея, как наша с вами, она имела продолжение. Потому что бедой многих дискуссионных таких затей является их однократность, одноразовая. Люди собираются, дискутируют, дискутируют, а потом надо искать какую-то другую платформу для дискуссии. Непонятно, где ее брать. Вот когда говоришь про кино как базу, здесь классный совершенно ход. Вот первый вариант, который я предлагал, я сейчас его на ваше обсуждение выношу. Что делать в третьем пункте? Первый вариант заключался в том, чтобы взять несомненное кино, несомненное кино, хорошее, высокого уровня, профессиональное кино, которое было бы философски насыщенным. Философски, психологически, религиозно, самыми разными измами насыщено. И вот это кино на третье смотреть. То есть первый, второй и компот. Компот это вот будет средний пункт. Что это за несомненное кино? Я давно знаю этого автора, я очень высоко его ценю, и со студентами много работаю. Это крупнейший, европейский, ну сначала польский, а потом французский, скорее кинорежиссер, Шиштеп Кислевский. Шиштеп Кислевский, он номинировался на Оскар, если кому-то нужны вот эти значки и галии. Но он глубоко европейский режиссер. Про него не скажут, что он польский, потому что поляки его как бы не любят. Так получилось. Даже как-то странно. Такой классный режиссер, они не любят классного режиссера. Зато от него без ума во Франции. От него без ума в Западной Европе. Западные французы, наверное, ничего нет. Вот с этой точки зрения был вариант какой? У Кислевского есть много-много фильмов, но у него есть чудесный совершенно такой подарок рождественский. У него есть сериал, 10 фильмов, снятый одним автором, одним сценаристом, но разными операторами. У всех фильмов разные операторы. И фильм называется «Деколог». «Деколог» — это 10 фильмов. Фактически он взял как некоторую структуру заповеди Моисея. Но заповеди Моисея, или как-то они еще там, очень много таких фильмов. Они все какие-то сусальные, все-таки играют под старину, изображают АДМ, изображают там еще чего-нибудь. Змея-искусителя с яблоком там. Кислевский ничего этого не делает. Все события этого фильма происходят в Европе, в Париже, в Варшаве. Это польская земля. Польша переживала тогда непростые времена. Было военное положение. Иерузельский ввел танки. Сцена была парализована, холодная, есть нечего, все озлоблены. Но Кислевскому работы не было. Он говорит, пойду, работай таксистом. Но его друг, приятель, сказал, слушай, с ними деколог. Они подумали-подумали и поняли, что интересный ход. Это сразу фиксированные вот эти обоймы в 10 названий фильмов. Он их так стал наизовать, первый, второй, третий. Но наверняка многие из вас видели. Это редкий случай такого кино, которое можно без ущерба для любого здоровья смотреть сколько угодно, сколько хочешь раз. Занимаясь со студентами, я уж, наверное, много-много-много раз их пересмотрел. Я ни разу не ощутил какой-то усталости. Они не мылятся в глазах. Совершенно свежий раз, я раз нового кино. То есть, если кто-то видел, то это не вредит. Зато они все висят онлайн. И все можно смотреть. И для дискуссии как раз крайне важно именно это. То есть, если смотреть фильмы тут, то мы превратимся тогда в киноклуб. Это хорошая штука. Но киноклубов очень много. У них свои задачи, свои философии киноклуба. А какая философия? Чем занят? Что такое киноклуб? Вы как все понимаете? Люди, которые любят кино. Люди, которые любят кино. Вот это вот любовь кину, конечно, люди объединяют. Но они всегда мотивированы чем-то. Скажем, в годы, когда мой интерес складывался тут, был жесточайший, жутчайший совершенно дефицит фильма. Ничего нельзя было достать. Надо было изощряться. И шкуры лезть вон, чтобы найти доступ к фильму. И люди получали этот доступ. В годы коммунизма или советизма, как его назвать, я всего Курасау смотрел на экран. И он был доступен. Сейчас попробуй сделать так, чтобы можно было смотреть Курасау. И не только его. То есть вот дефицит фильмов, это была колоссальная мотивация. И люди сбивались в такую киноклубную кучу и решали эту задачу. Потом фильмы обрушились на нас целиком сразу и все. Обнаружилось, что фильмов избыточно много. Сколько фильмов снимает в год сейчас по всему миру? Как бы вы сказали? Сотни. Сколько? Сотни. Сотни. Сотни из фильмов. Тысяча. Не, тысячи. Тысячи. Сколько? У Болливуд, мне кажется, тысячи три в год снимает. Кто-то тысячи. У меня две цифры в голове. Раньше я знал цифру 9 тысяч. А с последней лекции разлогов он сказал 5 тысяч. Фильмов в год. Ну, статистика очень сложная вещь. Но дело в том, что Кирилл Разлогов об этом не говорил. Но с других источников известно, что вовсе не Голливуд их снимает. А кто лидер мира по производству фильмов? 9 тысяч фильмов они обрушиваются на них. А сейчас границы сняты и все проницают к нам. Где снимать фильмов больше всего? В Болливуд и Индия. Так, а еще? Нет. Нигерия. Там в каждой деревне снимают фильмы. Там чудовищная безработица. Но они каким-то образом зарабатывают свои копейки через эти кино. И что называется, Христосом навстречу. Правильно, пусть так и делают. Но я не про то, что фильмы хорошие или плохие. Но они есть, они обрушиваются. И включается второй мотивирующий такой штифтинг. Первый был дефицит фильмов, а потом возник дефицит ориентиров. Вот что делать в этом море фильмов? С какой стороны ты к нему подойти? Я думаю, что вот этот дефицит ориентиров, он тоже каким-то образом преодолен. Потому что у всех людей компьютер, все люди включают поисковик, задают вопросы. И происходит очень интересная встреча человека и фильмов. И я стал думать, что дефицит ориентиров задача решенная. Но на одном из заседаний киноклуба Андрей Смирнов сказал, нет, этот вопрос не решен. И он, как вот председатель клуба, который занимается соединением любителей кино и кинематографа, как раз, наверное, лучше меня знает, что дефицит ориентиров существует. Кстати, вот еще одно такое признание, но оно не будет, наверное, лишним. Скажем, все люди знают, что такое кино и любят его. Или думают, что любят. Или думают, что знают. Это одно и то же. Но дело в том, что само кино оказывается разным, которое люди любят. Вот всех людей можно было бы поделить, грубо говоря, на две такие части. Людей, которые любят новое кино, и людей, которые любят старое кино. Или так, не любят новое кино, но любят старое кино. Вот я скорее принадлежу ко второй части. С моей точки зрения, чем новее кино, оно вовсе не является автоматически интереснее, притягательнее, достойно того, чтобы усмотреть время тратить. Совсем нет. Зато прежнее кино, то кино, которое снималось раньше, оно уж апробировано. Оно апробировано восприятелем миллионов-миллионов людей. Оно устоялось, как, наверное, бывает, созревшим вино. В то время, когда современное кино, оно может быть интересным, оно может захватывать. Вот, кстати, киноплуг «Ижевский кинотеатр и дружба», они, конечно, ориентируются на новое кино. Ну, иногда и ретроспективы бывают. Но вот мой-то интерес как раз в сторону, ну, не просто патриархальщины какой-нибудь, но я просто думаю, что новое кино вовсе не обязательно является кино. Иногда оно даже не кино. Тем более, что судьба самого кино под сильным, большим таким вопросом. Вообще, осталось ли оно на свете? Когда кино возникло? Ладно, это уже материал, там дальше я про это буду говорить. Но есть точка зрения, в соответствии с которой, а ее высказал не случайный человек. Ее высказал Питер Гринвейн, один из лидеров европейского постмодернизма, или пост-пост, не поймешь, чего уж там дальше пост. Но он очень вразумительно и очень точно сказал, что вообще говоря, кинематограф, как прежняя муза, когда мы все захлебывались от Хичкока, Антониони, Феллини или же Буньеля, оно закончилось. Оно умерло, не знаете. И он говорит, я даже могу сказать дату, когда это произошло. И он называет какой-то там ноябрь 1963 года. Вот пускай это хохма, но она вовсе не такая пустая, как может показаться. А что там произошло? Он даже фамилию человека называет, который прикончил это кино. А в 1963 году был изобретен пульт для управления изображением. И как только зритель получил в руки пульт, кино, крышка. Потому что теперь он хозяин изображения. Тем более, если это видео вообще не поймешь, кто автор. Я остановил, пошел на кухню, попил чайку, помешал там картофель жареный или еще что-то, вернулся. Или же отмотал назад, посмотрел еще раз. Кто автор-то? Кто теперь будет хозяином той магии, той динамики, того колдовства, шаманства, которое всегда складывалось на монтажном столе? Автор исчез. Вот этот культ, он точно серьезно поменял связь зрителя и зрелища, зрителя и изображения. Сильно поменял. И не надо тут, может быть, по этому поводу причитать. Не надо демонизировать технику и говорить, все, караул, гаси свет, спасай детей и выноси иконы. Дигитальная техника пришла. Я вовсе не сторонник этого, наоборот, мне кажется, что именно дигитальная техника открывает те горизонты, которые были прежде, в аналоговом существовании изображения. Но это вопрос в форме такой. Я к чему? Потому что вот эта связка философии кино, она, видите, имеет какие самые разные стороны и аспекты, но мысль про то, что делать на третье, компот, она все равно остается. Поэтому, чтобы хоть как-то выкрутиться из ситуации, вот сегодня же мы с вами собрались, у нас 8 часов отсюда попросят, надо как-то придумать этот самый компот. И раз я с вами не посоветовался, то я принял сам решение. Я выбрал фильм достойный совершенно, очень удобный, короткий фильм, который относится, несомненно, к классике кино. Этот чудесный, бездонный, бесконечный фильм Герца Франка на 10 минут старше. Это не игровая лента, но это лидер и кумир всех режиссеров мира. Это настоящая революция в кино, 10 минут на леду. Но мне удалось найти еще один очень важный документ, а именно, ну не скажешь, продолжение этого фильма. Но через 20 лет Герц Франк каким-то образом доснял этот фильм. То есть фактически у нас есть два кусочка, два коротких документальных фильма, которые позволяют о чем-то задуматься, в том числе и по поводу философии. Но про философию я еще пока ничего не сказал. Вот как поступить с этим компотом, да, что делать на третье, я в растерянке. Было бы здорово, мое пожелание какое. Вы соглашаетесь дома смотреть онлайн, договариваемся, диколог один. Все смотрят диколог один. Можно сходить на кухню не спеша, остановить его, вот, но посмотреть. А потом можно было бы что-то попробовать с ним поделать. Потому что не только мы видим фильм. Вот в чем и сила глубина старого кино. Не только мы фильм видим, фильм нас видит. И вот эта вот его просвечивающая сила, она чрезвычайно нужна, чтобы как-то что-то больше и лучше на свете понимать. Вот поэтому тогда, а у меня есть вопросы уже, как бы отработанные на этих дикологах, я мог бы им вам как-то предложить, чтобы им применили, может быть, свои вопросы задали. Вот тогда было бы здорово. Потому что каждый раз решать, вот, по ходу дела, какое кино смотреть, а в чем говорить, это немыслимая штука, нерешаемая задача. А если договориться вначале, то можно опираться вот на этих дикологов. Сразу скажу, что вот из этих десяти фильмов не все, как бы, одинаково крепкие такие. Есть фильмы, ну, не до конца, может быть, получившиеся, такой же сплошь и ряды бывает. Их можно чем-нибудь заменить, вы предложите тогда что-нибудь. А можно смотреть вообще до конца. Но крайне интересно, что смотреть не просто фильмы, а картинки, которые у вас будут на мониторе мелькать, но и вокруг. Потому что самый главный урок, который философия сделала из искусства, в том числе из искусства кино, какой урок сделала, вывела философия, ну, работами прежде всего француза Мерло-Понти, Мариса Мерло-Понти, это то, что когда мы имеем дело с какими-то изображениями, с какими-то артефактами визуальными, то факты, с картинами, например, с фотографией, например, или с фильмом, например, это все одно и то же, я стараюсь сближать. Живопись, фотографию, кино, видео, в принципе, это продукция или ряд одного назначения. Но когда мы это смотрим, мы видим всегда не картину, писал Мари Смерло-Понти, а мы видим с ее помощью. Мне очень нравится это выражение. Мы видим не картину, мы видим с ее помощью, с ее посредством. Вот это как раз крайне важно. Надо не картину разглядывать, а цепляться за то, что она делает возможным увидеть. Вот это видеть сквозь картину, видеть сквозь изображение, но в каких-то очень аккуратных таких тонах, чтобы мы не заменили автора. А я так понимаю, говорит человек. Но это уже вопрос второй. То есть, если вы с этим согласны, то в следующий раз, когда мы соберемся, вы могли бы уже как бы к этому домашнее задание выполнить. посмотреть, диколог один. Диколог один. Давайте, какие есть у вас вопросы, и мы с вами пойдем уже к делу, потому что время бежит. Более-менее согласны? Ну, тогда пойдемте по нашим темам. Фактически, раз у нас два слова, то мы должны будем говорить как раз и за то, и за другое. И вот когда я набрасывал программу этого курса, ясное дело, я тут много такого навалял лишнего. Совсем не все вещи я смогу здесь проговорить. Наверное, оно и правильно. Я додаю ориентиры, что вот в этом направлении речь у нас пойдет, но совсем не обо всех здесь вещах, так буквально, досконально я буду говорить, тем более, что у нас время ограничено. Сама философия, конечно, типичная гуманитарная наука. Но гуманитарные науки, они не до конца поняты народом, населением нашей страны, да и всего мира. Гуманитарно. В чем заключается гуманитарно? Чем отличаются гуманитарные науки от социальных наук? То есть вот классификация наук, чтобы увидеть место философии, она не будет лишней. Скажем, есть науки о природе. Смысл этих знаний, которые получают, получается естествознание. Смысл этих знаний раскрывается в каком явлении? Зачем мы хотим знать природу? Да чтобы загнать эти знания в технику и доминировать над природой. Вот это вот утилитарная польза знания, естественно научного знания, через посредства техники чрезвычайно аккуратно, точно обозначить, что даже говорит не о чем. Берем социальный наук. Каков их смысл? Каков их резон? Куда мы стараемся поместить вот эти вот социальные знания? В какую отрасль? Конечно, такой отрасль будет выступать политика. Социальные миры – это группа людей, их отношения. Ну как сделать так, чтобы они не перегрызли друг к другу? Ну или терпели хоть потихоньку? Вот это все помещается в политику, и политика усваивает такой же технологии, как и техника. Вообще сейчас в философии понятие технологии резко пересматривается. Открывается огромный круг так называемых гуманитарных технологий. Невероятный интерес. А когда мы берем гуманитарные науки, что они изучают? Естественно изучают природу, социально изучают общество, те помещают все в технику, эти помещают все в политику. А что происходит с гуманитарным знанием? Гуманитарное знание направлено на культуру. Но парадокс заключается в том, что предмет самого гуманитарного знания не существует. Так, как существует природа или общество. Предмет гуманитарного знания складывается в ходе образования этого знания. Гуманитарное знание, оно проективно. И смысл гуманитарного знания заключается в том, что его объект, он возникает по ходу дела. Вот если сжать все это хозяйство в один тезис, то картина будет какой? Что, скажем, чем были заняты революционеры самых разных видов искусств в начале века? Архитекторы, поэты, кинематографисты. Чем они заняты? Что они вырабатывали? Они вырабатывали манифесты. Манифесты это и есть. Концепт, в соответствии с которым должна возникать новая поэзия, должна возникать новая архитектура, новая живопись, новый кинематограф. Вот эта манифестация, они в духе, в прямом смысле находятся в центре гуманитаристики. Гуманитаристика это проективный область. И поэтому, когда гуманитариев ругают за то, что они дурака валяют и не изучают реальный предмет, то здесь просто не понимают сути дела. Гуманитарные науки, они создают тот объект, который потом надлежит изучать. Вот с этой точки зрения кинематограф очень близок к философии, потому что он на каждом шагу, он дышит вот этой проективности. Да еще и смысл проекции на экран. Он дышит этой проективности. Он как раз и занят этими образами, которые могли бы стать реальными, могли бы стать тем объектом для будущего исследования. Вот с этой точки гуманитарная философия исключительно близка. Но не так близка, как, скажем, другим наукам. Вот, скажем, какие другие науки будут столь же гуманитарны, как философия? Наверное, филология. Филология не просто описывает ту литературу, которая есть. Будучи проективной, будучи вот такой вот созидающей манифесты, она должна быть, как наш очень хороший философ пишет, она должна быть не литературой веденьем, а должна быть литературоводством. Потому что, скажем, есть цветоведение, а есть цветоводство. Что такое цветоводство? Выращивание новых цветов. Вот литературоводство должно показывать, какой могла бы быть литература, а не просто изучать существующие, откуда-то свалившиеся жанры того или другого творчества. Точно так же и философия сегодня не должна просто отображать сложившийся стиль и ключи философствования, она должна выводить новые цветы. Должна быть философоводством, то есть способом получения, построения новых знаний. Они могут быть ошибочными, могут быть вообще сумасшедшими, а могут оказаться очень точными. Вот без этой форточки никакой новый гуманитарист идти не возьмет. Когда мы говорим вот в отношении гуманитарных наук, конечно же, кроме филологии сюда будет относиться искусствоведение. Потому что искусство и выступает очень мощной, напитанной нервоззренческими тонами прослойкой человеческой жизни и культуры. Но здесь есть свои проблемы. Когда мы говорим искусство и искусствоведение, оно пока не близко к тому, чтобы стать искусствоводством. Хотя обратите внимание, насколько широки поиски новых выразительных приемов и средств в той же самой живописи, в архитектуре, в дизайне, в самых разных сферах областях. То есть, постоянное новых образов. Но тут есть своя проблема. Точно так же, как Питер в Минуе пишет, что в 63-м году какой-то изобретатель прикончил кино, приказал он долго жить с этим пультом. Аналогичная зловещая штука есть и в отношении к проблемам искусства. А что с ним-то произошло? Я поясню. Ситуацию очень просто. Я как-то связывался с учителями школ. Они ведут занятия по мировой художественной культуре. И они не жалуются, они говорили. У нас все нормально, все хорошо. Мы с удовольствием ведем занятия по мировой художественной культуре до 20-го века. А что дальше происходит? Мы не знаем, что с этим делать. Потому что дальше происходит какой-то обвал. Искусство не слушается. Оно отбилось от рук. Оно совершенно не подчиняется правилам, по которым традиционное искусство знания описывались от прав. Мы не знаем, что делать. То есть в самом искусстве произошло какая-то интересная... Имело место быть события, когда вдруг искусство попало под вопрос. Вот поэтому искусство знания как гуманитарное область знаний – нелегкая территория. Немного людей туда решаются, бросятся, но к нему надо прислоняться. Я думаю, по ходу дела нам придется касаться этого вопроса про то, что же такое искусство. Потому что кино как раз будет привязано к той же самой вещи. Оно же искусство. И, наконец, вопрос, который, наверное... Да, сейчас я тогда еще сделаю что. Я вот полистаю. Сегодня на второй части я должен вот про это был говорить. Или буду говорить. Это часть номер два. А вот эта часть номер три – компот. Вот тут Герцфранк и два его коротких фильмика. С 78-го и 2002-го года. Ну вот, а теперь мы с вами уже выходим на территорию собственной философии. Но я думаю, что она будет связана и с кино. С моей точки зрения, самое интересное, и одной из самых интересных проблем для философского знания является вопрос о его истоках. Откуда и как и зачем возникает философия. То есть, по нарушке давайте договоримся думать, что мы-то с вами знаем, что такое философия. Откуда она берется? Зачем она сваливает? Такова и почва. И вот, конечно, такой почвой будет миф, в отношении которого у нас тоже очень много своих самодельных заморощенных мифов. Вот трудность этой проблемы заключается в том, ну вот, ввести философию понятия мифа, в том, что придется отказаться от целого ряда привычных позиций, с которой мы срослись, нам их читали, 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 мы экзамены сдавали, сдавали, а сейчас бац, и вдруг оказывается они какими-то сомнительными. Что такое миф? Как ответить на этот вопрос? Вот если спросить человека с улицы, я на студентах всегда эти опыты провожу, то человек с улицы скажет очень коротко и уверенно. Он скажет, что миф это такое красивое брондио и художественное неправда. Миф вымышленное событие, где-то когда-то происходившее, и люди, которые, ну, лишены нашей с вами грамотности, телевизор-то они не смотрят, такую ерунду и ахине они сочиняли. Красивое брондио и художественное неправда. Вот именно от этого надо как раз и отказаться. Миф это гораздо более интересное сооружение, нежели чем вот с нашей точки зрения. Тут противно для меня лично, что, высокомерие. Вот когда сверху вниз так глядят на другую культуру, так и мифология, ну, примитивные люди ходят без одежды, что с ней взять. Вот это высокомерие, чисто европейское, империалистическое, ну, абсолютно неприемлемо. И сейчас вот антропологи, серьезные, хорошие антропологи, они показывают, что те культуры, которые живут небольшими группами, и у них в обиходе никаких таких вот умных артефактов нет. А то туземцы андаманских островов, они когда с места на место перебираются, они все с собой складывают в котомку и переходят на новость, и там начинают жить. Вообразите себе, мы в свою котомку складываем все то, чем будем жить на новом месте. Нам грузовиков не хватит. Так вот, эти люди, у которых артефактов нет, они обладают отнюдь не менее сложной и интересно устроенной системой мифологии. Их язык вовсе не примитивнее, чем язык европейцев, а на каждом шагу еще сложнее. То есть люди не эволюционируют так, что вот были примитивные эти дикари, а потом появились наконец-то мы тут со своими артефактами. То есть высокомерия – это очень неприятная вещь, не надо избавлять. Что ж такое миф? Вот мы говорим красивое и врандию, художественное неправда, несоответствующее действительности. Как будто кто-то знает, что такое действительность. Но вот несоответствующее. Это с нашей точки зрения. Крайне полезно, когда вот встаешь на позицию антропологическую, отказаться от этого самолюбования, отказаться от убеждения, что ты прав, что ты первый, что ты самый умный, и попробовать посмотреть на мир глазами тех людей. И окажется, что все совершенно наоборот. С точки зрения этих людей, миф – это самая доподлинная правда. В правдивии мифа вообще ничего не бывает. Это священная правда. И это гораздо ближе будет к событиям, нежели чем наше самомнение вот так сверху, сверху вниз. О чем же была эта священная правда? О чем она говорила, эта самая правда? И она была социологически теперь уже, не только антропологически, очень весьма выверена. Древние люди, вот попробуйте сразу так, меняя позиции с антропологии на социологию, с искусствознания, на философию, я не знаю вам, это приемлемо или нет, неприемлемо. Оно плодотворнее вот этого поршания. В каком смысле? Конечно, легкомысленность может кого-то огорчить. Но когда мы предмет меняем, или же совмещаем эти предметы, мы выигрываем в чем? Наука ведения доказала, что когда границы между областями знаний делаются высокими, заборы такими непреодолимыми, 15 метров заборы, каждая наука действительно старается огородиться, и можно понять логику этих людей, высокие заборы, это защищаемость диссертации, никто нос свой не сует, все свои, все хорошо все понимают, и когда заборы делаются высокими между областями знаний, то внутри ничего не растет. Земля, огороженная, защищенная, приоритетом или еще какими-то умными словами, там вообще ничего не родится. Зато когда заборы снимаются, возникают межпредметные, междисциплинарные связи, они чрезвычайно интересны. И сегодняшняя культура перестает быть монокультурой, делается поле. И вот с этой точки зрения приглашаю вас вставать на социологические позиции. Что там происходило? Вот каждое утро дикарь, я слово дикарь всегда с большой буквы такое мыслью, потому что это настоящий герой культуры. Существо, которое культуру создает, и ею создано. Каждое утро этот дикарь с большой буквы, глядя вокруг себя, видел, не один, а все, что они живут ни в каком попало мире. Вот это выражение, ни в каком попало мире, я всегда студентам пытаюсь объяснить на пальце. Что такое мир, какой попало им, и никакой попало. Вот они чувствуют, что мир никакой попало. Как это объяснить? Я говорю девушкам, ну вот скажем, девушка выходит замуж, она выйдет замуж, за какого попало мужчину? Нет, говорят, они не выйдет. А за какого же она будет хотеть выйти замуж? Согласна будет выйти. Они начинают высказывать всякие предположения, гипотезы. Но так или иначе, дело приведет к тому, что этот мужчина должен быть порядочным. Вот этот вот порядок, ну допустим, мужчине, твоем женихе, или будущем муже, или отце твоих детей, этот порядок, он как раз сразу ощущался людьми в социологическом смысле. Существует структурность мира, существует его организованность, упорядоченность. Вот есть такие схемы исчисления родства, кто кому, кум, деверь, шурин, седьмая вода на киселе, система родства, это очень важный параметр социальной жизни. Я иногда думаю, что она такой же важной, как для нас деньги. Что такое деньги? Это очень интересная семиотическая система, это такой код, десятикратный, там не два крестных нолика, а там десять, больше рядом, чаще всего десять. Деньги это такое медиа, которое позволяет договариваться на расстоянии. Деньги это гениальное совершенно изобретение людей. Вот система родства, она столь же была важна для древних людей, как деньги для нас. Кто готов отказаться от денег, без денег жить впредь, такие мудрецы находились в Эстонии, ничего у них не получилось. То есть система родства, вот она такая, и она структурирует отношения людей. Вот есть такие правила заключения брака, а больше никакие не другие. Вот эта правильность или структурность как раз и является вот метафорой никакой попало мир. Они живут в мире, который структурирован, наделен правильностью, он наделен ожидаемыми действиями, ожидаемыми образами. И с этой точки зрения вопрос, который родился в их гениальной дикарской голове, звучит как, с моей точки зрения. А почему мир таков? Почему он? Не как мир устроен, это вопрос праздный. Пусть порожнего какого-то любопытства. Как он устроен, как устроен. Зачем тебе это? А вот вопрос, почему он такой, имеет огромный смысл и очень серьезное значение, потому что этим людям, это мир и жить. Поступать в соответствии с правилами родства, поступать в правилами заключения брака, поступать в соответствии его структурности. И древние люди, вот тут как раз и есть корешок, который превратится в мир, они дали совершенно гениальный ответ на этот вопрос. Почему мир таков? Ответ звучал так, ну я в переложении на наш, уже не злик. Ответ звучал так. Мир таков, потому что он таким был создан. Мир и дает картину мира в момент его творения. Действуют демоны, духи, боги. Какая разница, кто действует? Но мир обретает свою структурность, правильность, определенность, и люди живут в соответствии с правильностью, структурностью, и этому альтернативы нет. То есть, миф не выдумывает. Скорее, люди выдуманы мифом, а не миф выдуман людьми. Откуда берется эта структура? Как она возникает впервые? Это загадка. Я не знаю, как на этот вопрос ответить. Но мир дает картину мира в момент его творения. Когда действуют демоны, духи боги, они создают стихию, упорядочивают отношения и людей создают. Вот с этой точки зрения. Вторая характеристика, которая совершенно гениальна, была изобретена внутри мифа, и она будет столь же долгоиграющей, столь же долгоиграющей. Это то, что миф изобретает не только вот концептуальную картину мира, про то, как демон идущий действует, что они там понасоздавали, а миф еще и содержит в себе логику мышления об этом мире. Вот эта логика, красивое выражение, мифологика, мифологика, она является партитурой, правилами поведения. Люди всегда мыслили логично, это таково суждение Левистроса. Когда говорили у дикарей, логики нет, у них нет законопротиворечия, вот они понимают мир иначе, конечно, иначе. Но люди всегда мыслили логично, только логика была другой. Вот это очень хорошо. Наша с вами логика, которую мы там грехом пополам, чтобы экзамен сдать, сочинена Аристотелем. Наша логика, это логика выводного знания, что из чего следует, отношения классов, отношения вселогизма, посылок вселогизма. Что еще следует? Наша логика, логика вывода. И парадокс, в чем заключается? Я до сих пор не нахожу ответа на этот неприятный для меня вопрос. Логика Аристотеля, это научная логика, логика научного вывода, научного доказательства, научного обобщения, научного определения понятия. Но люди-то не живут в мире научных объектов. Люди живут в социальной реальности. А социальная реальность совершенно иначе организована. Более того, рассуждения людей внутри социальной реальности, они никогда не подчиняются законам логики Аристотеля. Вот это для меня загадка. Почему мы преподаем логику Аристотеля, но никто еще не сочинил логику, в соответствии с которой, вообще говоря, происходит достаточно основательно, раскрывается картина, как люди мыслят социальными. Я тут не прав, что нет таких исследований. Конечно, есть. Ведущие социологи многое сделали для того, чтобы показать, как же люди вертятся в этом сумасшедшем нашем социальном мире. И эти подходы есть. Но в целом-то им не учат, а учат логики Аристотеля. Мифологика, она отличается от логики вывода Аристотеля. Логика вывода Аристотеля, что из чего следует? Если, скажем, хлопок растет, там где жарко и сухо, а в Англии холодно и сыро, то что? Не растет и все. Хотя мы там не были, мы делаем этот вывод априори. Вообще, структуры логики, они внеопытные, нам это понадобится. Но логика мифа, мифологика, она другая. Она предполагает такой скачок через пропасть в два шага. На первом шаге открываются, изобретаются в мире противоположности, они называются бинарные противоположности, от слова B2. бинарные противоположности, а потом на втором шаге через пропасть мы с помощью промежуточных звеньев, они сплошь и рядом будут технологическими, с помощью промежуточных звеньев стараемся удержать вот эти противоположности, чтобы они не сляпались назад вот в эту глину, в эту кашу, какую они в хаосе первобытной неразличенности были. удержать. Вот логика мифа действует так. Выявить противоположности и удержать. Вот это будет долгоиграющее изобретение культуры, которое потом перейдет в философию, философия будет всячески ругаться, спорить, критиковать, беспощадно критиковать миф, но она ничего не сможет сделать с бинарностью, бинарность остается и это, конечно, было величайшим изобретением первых людей на свете. Открытие логики мифа, вот этой бинарной логики, когда изобретаются бинарные противоположники. Ну что тут? О чем тут идет речь? Бинарные. Это же самое простое, не затеящее. Это свет и тьма. Свет и тьма это бинарные противоположности, которые не отображают день и ночь. Свет и тьма это другие и противоположности. Вот это с противоположности они не просто открываются, а еще открывается фартитура, как их удержать, чтобы они не сляпались и мы снова не сидели на пустом берегу. С противоположность своего и противоположность чужого, исключительного. Противоположность мужского и женского. Противоположность левого-правого, бога-сатаны, верха-низа. И пошло и поехало. Мне иногда кажется, что вот существующий наш светский мир, изрядно светский мир, они пришли эти противоположности в таком неопознанном виде. Мне думается иногда, что скажем, вот в изобразительном деятельности, в изобразительном искусстве там есть противоположности, скажем, пятна и линии, графики, линии, колорита. Вот эти противоположности они спорят, ругаются, дерутся, существуют или воюют друг с другом, но они противоположны. Так же, как если взять музыку, я совершенно наобум говорю, всерьез меня не воспринимайте, вообще всерьез не воспринимайте, что это там, говорю, мне кажется, в музыке такой же бинарности будет противоположность мелодии и гармонии. Мелодии и гармонии это тоже оппозиция, и как раз взаимодействие приводит вот к этой магии самой музыки. Но это надо говорить через кустрою по музыке. Удержать бинарности для этого надо развивать огромные сложности медийной техники. Медийные техники, как удерживаются бинарные противоположности, они могут быть разными, они могут быть пловесно-вербальными, они могут еще и акциональными, они могут еще и быть технологиями, которые открываются через перформансы. Мне иногда кажется, что танец в его самом древнем происхождении является вот именно такой вот технологией, когда противоположности обыгрываются, танцовываются. Недавно эта мысль пришла занимаясь со студентами, с нашими десантами, но потом я нашел очень интересную параллель, вернее, размышление о том же самом у Лосева. Был такой фантастический философ и истории культуры, античности, ну и философ, конечно, многострадальный Алексей Федорович Лосев, величайший китайский. И вот в одном из его книжек, когда он написывает, как его студенты изучали античную философию, он приводит потрясающий пример, очень мне понравился. Его студенты, когда уже устали раскручивать эту схоластику древних категорий античного, нейроантичной философии, они взяли, разбились на пары и станцевали эту диалектику отношения понять. Хласс. Жалко, что в видео нельзя этого увидеть, но то, что они станцевали, как раз является способом, как они перформанса, вот эти вот живой практикой, опосредовали логические противоположные. Язык и перформанс вот две технологические системы, которые развивались в древности, как раз для того, чтобы все это удержать. Ну и, наконец, самое, наверное, не короткое, не знаю уж как мы тут с вами уложимся, да, 1852, так, а по регламенту надо же передвигать, да, как вы считаете? Виктор Ильянович, продолжайте, я вам готова. Ну ладно, хорошо, пять минут я бы помолчал бы, а? Ну давайте, сейчас вот это я попробую свалить вот эту третью позицию, а там, может быть, минут пять сделать. Я хочу горячей воды, вот как раз полный. Делать, нет, 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 это не призыв, я просто говорю, что будет полный перерыв сделать. Вот, кроме картины мира, то есть такая когнитивная схема, энциклопедия, Википедия, античность, первобытного мира и мифологики, как программы, древние люди смогли сделать еще куда как более крутую вещь и с моей точки зрения для философии и вообще для искусства гораздо ближе и более содержательно. Они смогли миф привнести или же встроить в миф свою жизнь. То есть, миф был не сказкой, историей, повествованием, которое рассказывается, ну, когда время есть детям с воспитательными целями. Миф был образом жизни, люди жили внутри этого мифа. Вот этот дом, который был мифом, как раз чрезвычайно и серьезен. А что это означает? Как вот перевести на наш разумительный, нормальный человеческий язык? Ну, давайте попробуем взять вот модель времени, потому что это будет наверное лучше всего. Вот в нашем мы с вами живем в похожем, близком времени. Скорее всего, оно линейное. Это время, где есть прошлое и настоящее и будущее. Это время, которое устремлено оттуда, из нас, из прошлого через настоящее в будущее. Вот это наше линейное время. Мы с ним срослись. Оно для нас привычно, естественно. Ну, натурально. Мир же так устроен. Но оно совсем недавно. Скажем, если взять средние века, а для России средние века вообще в 19 веке заканчиваются, если взять средние века, то средневековые люди жили в другом времени. Оно не было линейным. Оно было скорее циклическим временем. Оно было временем, которое замкнуто в рамках мирового года. Вот этот мировой год как раз является аграрным производственным циклом и вообще временем жизни. Вот это время жизни, когда по кругу мы идем, оно как раз является характерным для земледельческих народов. Это христианское сознание времени. Вот для российских христиан была характерна такая посольца, она мне одно время водила мистовство. Я гневался и всякий раз себе места не находил. Хотя там еще такого нет. Это поговорка, которая гласит будет день, будет пища. Вам попадалась такая поговорка. Чего я-то заводился? Ну и что? Будет день, будет пища. Дело в том, чтобы от этого мировосприятия напрочь выключает будущее как проект. Никакого проекта нет. Будет день, будет пища. то есть это сознание, которое лишается проективности, оно лишается целеполагания и оно ни за чего не отвечает. Вот это меня и доставало. Будет день, будет пища. Не надо ни за что отвечать. День настал и все. Там нет проективности. Поэтому это христианское восприятие мира, оно серьезно такая гиря в том, что может даже на нашей экономии. Но не будем на этом останавливаться. Цикличность времени средневеков это верно. когда мы заглядываем даже туда за античность в родовое общество, первобытное строить, то там время уже будет совсем другим. Оно будет вовсе нелинейным, как у нас. Оно вовсе не будет циклическим, как у земледельцев. Оно будет скорее обратно временным. Вот его даже трудно себе представить, потому что у нас геометрия вот геометрическое воображение ни к этому не приспособлен. его суть? У меня слайд потерялся, где это я рисовал, но суть можно легко себе представить. Вот у нас время идет из настоящего, вот туда будущее, светлое будущее, ясное дело. Средневековое время крутится по кругу, а арханическое время, оно начальное или переднее время. Стрела времени весь вся интенция, вся намеренность, вся нацельность, все внимание, вся тщательность, вся устремленность людей устремлена к истоку времени, к его началу. Вот это начало времени, оно совпадает как раз с точкой, которая описана в мифе. Миф дает эту точку как сотворенный мир в его определенности и время обратное или переднее как раз направленного то есть кто-то из антропологов хороший привел пример, он говорит, древние люди двигались из понедельника во вторник, из весны в лето, но они двигались как бы затылком вперед, а все помыслы, всю страсть, стремление, все внимание адресовали в той точке, где мир возник, где возник порядок, за который надо держаться. Вот затылком вперед это хорошая картина. Или еще другой антрополог предложил пример, он малюсенький шажок вперед из понедельника во вторник. Они делали много-много-много шагов назад, чтобы оттолкнуться от этой точки, про которую сейчас как раз и говорю. Вот эта точка была местом, где мир сотворен, возник в его определенности, там действовали демоны, боги и духи, и там была вечность. Вот в эту вечность как раз и адресовано внимание человека. Но мало того, что он глаз не спускал, как заколдованный, загипнотизированный смотрел на эту точку, откуда мне пошел взрывать. Он еще и старался в своей ткани своей жизни вот эту логику разорванного или прерывного времени воспроизвести. Я попробую короче это все выразить. Скажем, вот с нашей точки зрения наше время почти однородное. почти однородное. Там есть такие островки, но практически однородное. А древние люди как раз сделали шаг к чему? Они изобрели неоднородное время. Они внутри своей жизни, когда глаз не спускают с этой точки возникновения мира, они живут в этом времени, но время у них перестает быть однородным. Я тоже искал модели, метафоры, чтобы студентам это прояснить. Я говорил так, чем отличается однородное время от неоднородного времени? Однородное время, оно как кисель, однородное. А вот неоднородное время, оно как компот. Чем компот отличается от киселя? А там есть ягодки с жесткими косточками. Кстати, от примера веренцев придумал. Вот ему надо воздать долги. Величайший культуролог, философ, вообще не повезло, если ушел для веренцев. Вы тоже слышали, фантастически интересный человек. Вот эти жесткие косточки, они как раз и отличают неоднородное время. А что же за неоднородность они изобретают? Они придумывают способ, как вот эту точку, где мир возник в вечности, как привести эту точку в текущее время, и вот здесь как раз возникает аналог той вечности, где мир сотворился. Они придумывают способ, как время от времени устраивать творение мира заново. Он не просто тогда возник, а он еще и сотворяется с нашими усилиями, благодаря нашей деятельности. Вот этот мир творится заново, мы переживаем снова вот этот энтузиазм творения мира заново, и этому подчиняется вся наша будничная жизнь. Вот опять непростой вопрос, мы со своим таким прозаическим сознанием как-то не очень к этому склонны довериться, но попробуем все-таки, рискнув. Вот скажем, в нашей жизни есть практики и заботы разного порядка, есть практики заботы практического порядка, скажем, утром успеть позавтракать, чего хорошего будешь потом голодный ходить, успеть. А бывают практики экспрессивного порядка. Скажем, утром успеть побриться. Фактически мы бреемся всегда для окружения. Это задача нашей репутации, это наша экспрессия. Мы заботимся о впечатлении других, которые мы на них производим. Без этого никак нельзя. И возьмем экстремальный случай. Ну, мужчине побриться, девушке кофту погладить на спине. Вот человек попадает в цепь, времени нет. Все, вот часы тикают из последних. Что человек будет делать? Он будет завтракать или будет блузку гладить? По-честному скажите. Завтракать, да? Мои исследования, вот опросы в самых разных аудиториях показывают, что народ говорит блузку гладить и добавляет, проклинает все на свете. Вот, скорее всего, здесь так. Значимость экспрессивных порядков в современном мире исключительно высока и она увеличивает. И с этой точки зрения не надо думать, что это наше изобретение. Вот, древние люди, которые жили в режиме однородного времени и неоднородного времени, они открыли эти экспрессивные порядки и заботы очень и очень рано и они всегда отдавали огромное внимание. Простой пример, я заимствую из книжек по антропологии Козловой, московской уникальной совершенно следовой. Попробуйте сказать, какой будет баланс, чтобы построить такой график интереса человека к удовлетворению практических задач и экспрессивных задач. Вот скажем, завтракать или блузку гладить. Завтракать или бриться для дикарей, о которых мы тут говорим. Вот чего в жизни будет больше? Практического порядка или экспрессивного порядка? И какая будет доля? Как бы вы обозначили соотношение? Сколько на сколько? 90-е 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 чего бы? Покушать 90-е 10-е уже побриться. А еще есть какие-нибудь мнения? я вижу много тут своих студентов. Как я вам говорил про это, не запомнил? Дело в том, что Козлова, опираясь на работы как раз-таки антропологов, полевых исследователей, которые работают с местностью, где люди возникли, а возникли люди восточной Африки. Они говорят, что примерно 10% времени трудов и забот уходят на задачу жизнеобеспечения, а все остальное уходит как раз на это, чтобы бриться. По очень простой причине. Там все так легко, руку протянул, у тебя завтра. Там не нужны усилия. Это мы потом разбежались, живем, где жить нельзя. В Гулингой, там, или в Муртии. Жить нельзя, мы живем. А первые люди живут, там руку протянул, и у тебя завтра. То есть, решить задачу по жизнеобеспечению легко и просто. Ясное дело, что эта формула не подойдет, скажем, северным народам, которые борются за выживание, как вот показал в своих фильмах про Нанука, американский режиссер. Вот Нанук день и ночь бьется, чтобы обеспечить жизнь и существование. Не так там. Поэтому вот это предположение, что у них время, связанное с компотом, косточки, да ягод, она не на пустом месте возникает. Вот это вот начал обозначить, как мы бы назовем. В нашей жизни есть такие вот островки, чем-нибудь похожие на вот эту дикарскую затею воспроисхождения мира и утверждения новой вечности. как назвать эти события в нашей жизни? Они есть. Праздник. Праздник, конечно. Вот что изобретает древний человек. Праздник является для нас сплошь и рядом таким вдохновением, временем, когда мы ничего не делаем, люди наедаются, напиваются, ноги к телевизору протягивают и засыпают мирно. когда правительство его поздравит. А для древних людьми праздник был исключительно трудоемкий. Очень много ресурсов, требующих и времени, требующих, требующих, на себя требующих. Полгода племя ходит по прериям, собирает какие-то зернышки, полото растения, их высушивает, растирает в порошок, делает пигменты и их замешивает на жирах, животных или растительных, готовит к красителям. В канун праздника происходит совершенно фантастическое преображение мира. Он весь обментируется, обментируется сами участники этого праздника. И это не забавы ради, это исключительно серьезная вещь. Вот вообразите, какой прошел путь человек, который от этой серьезной работы, связанной с праздником, ждет праздник, как способ, вообще говоря, расслабить. Но я не против, расслабиться тоже надо. Но древние люди изобретают сам институт праздника. Вот этот институт праздника он начинает структурировать социальную жизнь. Жизнь разворачивается в плане праздника. Праздник ожидается, праздник планируется, праздник празднуется, и праздник вспоминается. Вот во все это хозяйство вплетается как раз весь мир. Миф плетается вместе с его мифологикой, вместе с его перформативными практиками. Но только через это и существуют люди как люди. Вот с этой точки зрения, когда мы говорим про миф, миф устроен куда как серьезнее и интереснее, чем часто мы разрешаем себя о нем думать, но он не будет вечным. У нас с вами надо сделать перерыв 5 минут, да? Значит, у нас время с вами до 20, а мне надо еще с вами посмотреть до 20 часов. Правильно я говорю? У нас время цикличное и линейное. Перерыв делаем по цикличному или по линейному? По линейному, да. 5 минут. Друзья, у нас организован кофе-проект, вы можете пройти прямо до конца и с правой стороны по специально-то классу, где вы можете быть в конце занятия я обязательно задам вам вопрос, но вряд ли у вас будет время на него отвечать. Скажем, а какие у вас есть вопросы? А времени у вас уже не будет, чтобы эти вопросы задать. Я могу вам технологически что предложить? Вот тут такие небольшие кусочки бумаги, и вы можете на них эти вопросы написать и мне потом дать. Я буду вам очень признателен. А вопрос на какую-то тему? Любую. Ясное дело, желательно к тому, о чем тут речь. Я поясню, это моя технология преподавания, потому что это не совсем шкурный, метод контроля за аудиторией, они хамилики. Уже перекличку ставить не надо, есть какая-то мотивация. Но для меня другая крылья. Для меня эти вопросы потом хорошая платформа, с чего начать следующее занятие. я начинаю отвечать на эти вопросы. Минут 15 можно отвечать, представляете? Можно сочтабить ответственность. Поэтому если есть такие желания, пожалуйста, можете их. на тему на тему нашего курса, на тему наших сегодняшних разговоров, ваших пожеланий, чего вы хотели, как вы себе видите этот способ, в частности вот скажем, как эта идея с гипологом, я об этом сейчас еще скажу. Как она вам, эта идея? Вы другие фильмы видели Кисленского? У вас есть какой-то такой пиетет перед этим человеком? Какие, например? Красно-белое цветное. Три цвета, да. Вот сериал, который был вообще говоря фантастика, да. И кроме Диколова он очень много снимал и прежде, в 80-х годах. Война и Гриф. А вот это я фильма не видел. Кстати, еще разок, очень важно, что мы с вами можем быть несимметричными. Вот скажем, вам нравится новое кино, а мне нравится старое кино. Вам нравится, чтобы оно было актерским, а для меня актеры только мешают в фильме, путаются под ногами у автора. Но это мое. То есть вы какие-то фильмы видели и любили и любите сейчас, а я их вообще в упор не видел, не успел. Попробую за всем угнаться. То есть это вас не должно ни напрягать, никак не смущать. Мы находимся в такой вот разновозрастной категории, да? Ну, пожалуй, уже надо начинать, а то все время уйдет. вообще. Значит, тогда давайте все-таки мы договорим какие-то разделы, связанные с философией, они помогут нам сделать переход потом уже к кино. философией. в принципе, синоним слова мышления. Философия это размышление, философия это не наука. Философия это философия, ее трудно подчинить науке. Разные шутники по-разному говорят, но мне нравится такое выражение, что философия это, конечно, не наука, это нечто большее, чем наука. Вот привычка особенно эпохи модерна, молиться на знания, на рациональность, она очень усочива, эта привычка, но философия она нечто большее, чем наука, которая точно будет праздником рациональности. Раз философия это мышление или размышление, то надо обратиться к сознанию. Вот опыт сознания есть у всех людей, и у философии есть замечательная черта, она каким-то образом, ну, как-то опрокидывается в простого, обыкновенного, нормального человека. Не сумасшедшей выглядит мысль, что все люди чуть-чуть философы. И сама философия точно дифференцируется на философию практическую и философию теоретическую. Вот в вузах стараются преподавать, конечно, философию теоретическую. Там есть история философии, там есть ее герои, есть ее святые. Но в то время, когда практическая философия касается любого человека, а она складывается из опыта сознания. Поэтому надо приглядеться к тому, как устроено сознание, что мы там можем найти. Вот есть интересный подход, когда в сознании выявляются параметры чего-то данного, оно фиксируется опытно или не фиксируется. И параметры того, что мы с этими данными делаем, а что мы можем с ними делать? А мы можем либо их рационально определять через язык, через понятие, логику, либо можем их пропустить через себя. И тогда содержание сознания будет эмоцией, аффектом, переживанием. Вот слово эмоции у нас затаскали до невозможности, там уже ничего человеческого узнать нельзя. Поэтому правильно говорить аффект. Аффект это страсть, это потрясение. А эмоции так, семечки на поверхности. То есть мы можем иметь данные в сознании опытные или сверхопытные, внеопытные, заопытные, подопытные, но в общем неопытные. С одной стороны, с другой стороны мы можем с этими данными что-то делать, либо рационально, либо эмоционально. Вот эти направляющие, они как раз и образуют основные магистрали работы нашего сознания, и едва ли не основное содержание всей наличной культуры. Потому что какой от культуры толп или резон, если она к нам-то не относится. Или же наоборот, что мы из себя представляем, если нам до культуры дела нет, до лампочки она нам, тогда что мы из себя представляем. То есть надо искать вот эти переклички. Чем же будут заполнены вот эти линии, какие тут мы продукты получим. Я сначала скажу, а потом включу слайд, где это будет более-менее упорядочено. Вот когда мы берем опытные данные нашего сознания и начинаем их рационально упорядочивать, подвергать определению, дефинициям, выводам, классификациям, то есть строим то, что называется знанием. Мы получим науку. Наука это такая активность человека и людей, которые стремятся рационально упорядочить опытные данные сознания. Наука всегда опирается на этот мир, она старается его подчинить себе, чтобы он прогнулся под нас, чтобы выросла наша свобода, люди познают мир, чтобы его использовать и с этим ничего не поделать. И так наука будет по той левой вертикали. Когда мы берем опытные данные мира, вот его мякоть, его вязкость, его звучность, его пестрость, его ломкость, начинаем эмоционально переживать, мы получим искусство. Искусство с любой стороны, как к нему ни подходи, оно будет работать с чувственным материалом. И смысл этой работы заключается в эмоции. Искусство может, конечно, познавать мир и через искусство мы можем многое чего в мире узнать, но смысл и ценность искусства заключается, чтобы мы переживали. Оно адресуется к другому полушарию, не к левому доминантному управшей, а к правому, к аффекту, к переживанию, от вымысла слезами обольюсь. Вот формула, которую все искусство наверное охватывает. Итак, эмоциональное переживание опытных данных сознания. Но в нашем сознании легко можно найти ну, зря сказал слово легко, можно найти и что-то внеопытное. Ну, вот скажем, параметры логики, они не заимствуются из опыта. Когда мы говорим, что вот, сейчас я приводил пример про этот хлопок в Англии, хлопок растет там, где жарко и сухо, в Англии холодно и сыро. Это силогизм по Аристотелю силогизм, первые фигуры, правильный силогизм, все как надо. Но сама логика силогизма, да, можно хлопок потрогать руками, можно сгонять в Англию и проверить, он там растет или не растет, да, это все будет попытка, вот что называется, опытно проверить. Но сама логика не заимствуется из опыта. Сами логические структуры являются априорными, они не являются из опыта подчеркнутыми и не только логические фигуры. Столь же в неопытными данными или знаниям будут колоссальное количество конфигураций мифа, которые касались бинарных противоположностей. Бог, сатана, мать, отец, ребенок и дитя, мать и дитя, свое, чужое, в принципе, можно сказать, это из опыта заимствуется. Но я уже сказал, что свет и тьма это не заимствованные из опыта день и ночь. Свет и тьма это другая противоположность. Иными словами, в наших рассуждениях есть вещи, которые опытно не обоснованы никак, но мы на них опираемся и мы через них очень многие вещи узнаем. Так вот, когда я начинаю рационально упорядочивать сверхопытные данные сознания, я получу или мы получим или люди получат философию. В философии есть область размышлений совсем не об окружающем нас мире. Философия это умозрение. Они глаза к небу поднимают и говорят такие сумасшедшие вещи, а потом им дают название Платон, Сократ, Гегер, Маркс. Это внеопытное знание, которое подвергается рациональным упорядочением. Вот философия является такого рода деле. Уже поэтому видно, что она не наука. Но есть еще одна вещь, она для наших занятий под третьим номером понадобится, когда мы аффектом, страстью, переживанием или эмоцией начинаем касаться сверхопытного, сверхчувственного мира. И тогда мы получим религию. Вот три или четыре получается у нас основные сферы культуры, которые находятся в связи, заняты каждым своим делом, все при делах, бездельников нет, нету лоботрясов, нет паразитов, да, они все заняты делом, и это чрезвычайно важно, если особенно мы начнем говорить о декологии. Кстати, не надо пугаться и слова деколог, потому что Кислевский ни одного раза не покажет церковь или священник, по крайней мере. Не покажет, просто не об этом речь совсем. Он показывает антологию библейской этики через призму сегодняшнего дня. У него люди, доктор, врач, музыкант оркестра, таксист, безработные, несчастные влюбленные, гулящая женщина. Вот для этих реальных, нормальных, настоящих людей, как раз Кислевский привлекает логику психолога. Он нигде не говорит про Библию или про Писание. Но, тем не менее, мы должны с вами эти поля не оставить неосвоенными, а должны как бы на них реагировать. Особенно я здесь не то, что переживаю, но я всякий раз беспокоюсь, когда мы начинаем неправильно понимать вот этот феномен культуры, религии. Поиск, что я сейчас как бы могу уйти в другую степь, но все-таки это важный пункт, потому что обратите внимание, 70 или сколько лет Россия была страной такого насильственного атеизма, сейчас она делается страной принудительного оцерковления. Мне кажется, надо и то и другое мешает, и то и другое не соответствует реальности. Надо понять правильное место религии в мире и оно вовсе не будет экзотическим. Религия возникает не по ошибке, так же как миф. Фундаментом религии конечно является мифология, но миф это не промах, миф это не ошибка, это гениальное совершенно изобретение. Вот поэтому я так долго про миф тут и говорил. Религия многие вещи тут наследует. Ну чтобы совсем упростить ситуацию или перевести ее в антропологическую плоскость, я задам вам простой вопрос, слушайте, ничего себе, задам простой вопрос, который будет касаться существа религии. Вот какой объект является священным объектом для всех японцев? Объект священный, сакральный. сакральный, это противоположность профанному, это бинарная оппозиция. Какой объект у всех японцев будет сакральным объектом? Он их делает японцами. Это гора? Гора? Фудзи, конечно. Вот японцы все живут как бы в устремлении не обязательно физического, а может метафизического, но глаза не спускает спустя изъявы. Какой объект будет священным для всех армян на свете? Арарат, хотя Арарат находится на территории Турции, но в хорошую погоду ее видно. Арарат. Фактически священный объект это тот объект, который делает людей всех едиными близкими. Как перевести слово религия? То есть надо держаться в этимологии самого слова. Религия буквально означает, с латыни если искать этимологию, будет означать связку двух слов Ре и Лижин. Легион. Религия Религия Ре Что такое Легион? Лига Это связь, союз, общность. Лига нации. А что такое Ре? Это возобновление, это восстановление. То есть сутью религии является социальная связь. Суть религии земная. Религия возникает и возникала на земле и для земли. Религия способ связи людей. Религия Почему я вспомнил про японцев и про армян? Дело в том, что всех армян делает армянами, которые почитают свой арарат, арарат, горарат. Вот этот жест, когда они все смотрят на эту арарат. Арарат священин, потому что его могут одновременно видеть все армяне. Вот туда голову так поворачивают. Вот через этот жест в сторону арарата они все и делаются именно армянами, которые почитают свою святынь, так же как японцы. Поэтому священные вещи не являются вещами надуманными, они социологически очень обоснованы. Другое дело, что потом возникают еще новые приоритеты и новые жесты, куда люди начинают головой крутить, а не только на сакральный свой объект. Это второй вопрос. Но на религию надо смотреть серьезно, потому что она является развитием мифа. Точно так же миф будет лежать в фундаменте философии. Исключительно важную роль миф играет для науки. Думать, что миф и наука антиподы это иллюзия. Когда физики говорят про БВ, все такое БВ, большой взрыв, творение вселенной мироздания, БВ это мифологема, конечно же. Загляните в психологию, ну в психоанализ Прейда. Сколько он там нагородил идей опирающейся на мифологию, да он даже имена брал из мифа Эростанатос, да? Эдип, мифические имена. То есть наука совсем не чурается образов, которые мифология накопила. Я просто к чему? Потому что когда мы доходим до искусства, то искусство будет, наверное, самым мощным, самым важным с моей точки зрения наследником искусственного наследника мифологии. Потому что сам по себе миф не вечен, рано или поздно мифу приходит конец, миф уступает свои позиции и рассыпается вот в эти области. непростой, некороткий вопрос, почему происходит кризис мифа, почему такое замечательное сооружение культуры трещит по швам и расползается. Это отдельная тема, туда входить не будем. Но наследие мифа, он, конечно, сохраняется, но таким официальным на поверхности наследием, конечно же, он рассыпется во все это многоцветие культуры. Мы хотим с вами говорить о кино, кино будет прилипляться к первой строчке. Кино это и весь способ, когда мы через эмоциональное переживание, через чувственность переживание, эстетику означает чувство. Мы касаемся опытного мира, пускай даже и воображенного. Вот с этой точки зрения миф не держится долго, но транслирует свои сокровища и передает вот в эти области. и у нас остается с вами всего-навсего 25 минут. Мне крайне хочется все-таки не просто посмотреть один фильмик, но может даже два. Значит, сделаем тогда здесь остановку и ни с того ни с сего вдруг с бухты-барахты, когда даже понятие кино не было введено, я не сказал, когда кино возникло, когда кино возникло, в каком году возникло кино? В 95-м году, совершенно верно. Если был зачет, я сразу подчеркну в тетрадочку. В 1895 году. Тогда я задам следующий вопрос. А когда был первый киносеанс в Удмуртии? Это не просто не пустой вопрос, не праздный вопрос, он как раз многое прояснит о динамике новой музы, о сумасшедшей совершенно динамике. В 95-м году фильм показали во Франции. Братья Люмьеры, они не кино изобрели, они изобрели кинопоказ, киносеансы изобрели. Ну и великая честь в этом. Через год фильм показали в Москве, еще через год его показали в Питере, в Санкт-Петербурге. в 1902-м году фильм показали в Стараполе. То есть вот прям вот тут же свежий с пирога. Боюсь, раньше, потому что там был гастроли цирка, и цирк с собой таскал вот эту забаву, вот эту, как бы, аттракцион такой, базарный аттракцион. Боюсь, даже раньше, но в 1902-м году точно, но в 10-м году в Саратове был уже кинотеатр. То есть это уже солидное предприятие с бизнес-планом, с доходом хорошим таким, наверное, стремительно развивался. Но я я радую всегда за то, что ижевчане знали свой город, любили его. Вот. Будет времени побольше, я бы еще вопросы вам задал про Удмуртию. Ну, сейчас давайте мы просто ни с того ни с сего перейдем вдруг к кинематографу. О чем у нас должна была идти речь? Значит, я хочу показать вам ну, во-первых, видите, я ничего не знаю про то, что знаете вы. Вдруг вы все знаете творчество автора, которое я хочу тут вам рекламировать, предложить. Его звать Герц, у него фамилия Франк, это прибалтийский режиссер советской поры Герц Франк. Ну, давайте тогда. Значит, в 90-е, по-моему, в первом году Герц Франк вместе с своим коллегой, Юрием Подниксом, это был оператор, классный совершенно оператор Рижской студии, они сняли фильм, который, был документальный фильм, он был снят в кукольном театре, в детском театре, и камера стояла совершенно непривычно, она стояла направленная в зал. Им сказочно повезло, потому что, ну, это всегда элемент, в магии всегда везение нужно, им сказочно повезло, потому что камера выхватила в зале мальчишку, на которого она устремилась и 10 минут не спускала с него взгляда. Понятное дело, временно от времени камера отползала влево-вправо, и мы с вами это увидим, но то, что происходило с мальчишкой, оказалось настоящим кино, которое придумать и снять, организовать нельзя. Это настоящий шедевр. Слово шедевр не будет привлечением, потому что этот фильм обошел все фестивали мира, смотрите, сколько времени, и он вдохновил немецкого режиссера Херцога на ремень, ну не просто ремень, а он показал этот фильм ведущим режиссером мира, и 20 человек воодушевились этим проектом на 10 минут старше, и каждый из них снял 10-минутный фильм, подчиняясь задаче отобразить время. Вот этих режиссеров можно перечислять просто в энциклопедиях кино. Это Гадар, Бертолучча, это испанские режиссеры, это куча выдающихся режиссеров, это диск есть, он называется, но 10 минут старше воодушевились вот этим роликом, то есть это настоящий шедевр. Ну давайте посмотрим и попробуем понять, а какая вот тут, да, потом если у нас время останется, мы попробуем с вами заглянуть еще в одну ленту, потому что что тут надо нажимать, вот эту? Потому что через 20 лет Герц Франк снял продолжение этого фильма, что тут надо делать? Подник снял фильм «Легко ли быть молодым?» Тоже очень шумный фильм, который прошелся вот в эпоху перестройки. «Легко ли быть молодым?» «Легко ли strokes » СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Чего они там смотрят? Разницу мальчиков вы заметили? Мальчики разные, нет? Все мальчики отличаются, чем они. Тут сколько было мальчиков? Один, два, три. А девочка была. Посередке девочка. Но справа сидел мальчик. Камера попала в два. Нет? Два мальчика и девочка. А, два мальчика и девочка. А какой они приехали? Я думаю, что в названии-то указано. Сказка о добре и зле. Ну, про Карабаса-Барабаса, может быть, или еще про что-нибудь. И действительно, может быть, это важно. Потому что даже интересна та фраза, когда мальчишка весь, что называется, со стула падая. Он говорит маме, что ты? Я по губам читаю. Он говорит, мама, я больше не могу. Я читаю. Я вижу, что он больше не может. Потому что он по-настоящему переживает произведение искусства. То есть я переживаю тут, глядя на него, а он там переживает. Я нигде не видел столь убедительной вообще говоря картины, восприятия произведения искусства. Но не у всех так получается. Мальчик, который сидел справа, он был другой мальчик. Чем он отличался? Более спокойный. Более спокойный еще, как сказать можно. Более твердый. Более твердый. Мальчик сопереживал фильму. Мальчик сопереживал. Мальчик сопереживал. Мальчик сопереживал эмоции. Но дело в том, что сдерживать эмоции можно, когда ты их уже развил. А если их нет, что там, сдерживать-то ничего не надо. Может, он менее погрузился просто? Может быть и так, менее погрузился. Или же, у меня-то первая гипотеза какая возникает. Я уже не раз тут сказал это слово аффект, или переживание, или эмоция. Эмоция стерта. Аффект. От чего он зависит? С философской точки зрения эмоций зависит от чего. В каком контексте они возникают. Мир нас окружающий обрушивает нас в колоссальную сферу, огромный спектр самых разных воздействий и сил, на которые мы отвечаем. Вот этот вот он на нас, мы на него, является переменной динамикой. И обладает разными динамиками. Вот когда воздействие мира на меня превышает степень моего ответа на его воздействие, я тогда погружаюсь, вообще говоря, в диссонанс. Я опережаю дискомфорт. Мне грустно и страшно, и грустно. Мне печально, мне трагично. Когда его воздействие... А когда мой ответ превышает его воздействие, вот тут начинается моя пора. Моя эйфория. Вот здесь возникает то, что в любом произведении искусства есть, называется экстаз. Вот этот вот приход и уход, они балансиво обозначаются в самой разной сфере и способе нашего реагирования на мир. Но чтобы на мир реагировать, надо быть проницаемым. Мне кажется, второй мальчик, он уникальный пример того, что он вообще, говоря, непроницаемый. Нормальный ребенок. Но он не говорит маме, я не могу. Могу. Нормальный ребенок. И вот эта разница, которая так видна, меня очень интересует. Она от чего зависит? Конечно же, она природно обусловлена. Это очень важно для философии, потому что человек – это существо природное, в первую очередь. Мы зоологические создания, а не просто физиологические. Мы зоологические создания. И это здорово просто. Говорить, что человек, он социальный, тем хорош, для меня подозрительно. Так вот, может быть, как раз от природы и зависит степень этой проницаемости, которую наши мальчишки так по-разному показывают. Вот я вам советую посмотреть все-таки, найти этот фильмик. Очень мало кусочек, там где-то в начале, с 14-й минуты, ну, около 4-х минут идет продолжение этого фильма, когда Герц Франк найдет своего героя через 20 лет, совсем в другой стране, и тот согласится, ну, побыть в кадре. Он не будет ни интервью давать, ничего, будет заняться, но камера будет его наблюдать. Вот гениальный автор заключает, в чем заключает? В том, что он этой камерой попадает в нужную точку. Он не изощряется, очень простые планы вот второго фильма. Ну, сами его посмотрите. А так у нас время 20 минут, 20 часов, скоро натикает. Я могу быть тут долго, но у вас наверняка дети, хозяйство, кур надо кормить, корову дайте. Если есть вопросы, я попробую. Ну, а вы взяли мои бумажечки, вы мне пожелание напишите, что во следующий раз я что-то учу. Ну, если нет, то тогда я очень признательно вам спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Виктор Георгиевич. Я по поводу организационных вопросов очень рада. В общем, кто собирается продолжать минимум, я предлагаю следующий раз. Когда вы придете, я снова буду вас галочками отвечать, вы не просто зададите по всему времени, отвечайте в сентябукат и в организацию по-другому. Это первый момент. Второй момент. У нас сейчас проходят все эти делы и все эти делы, которые приходят в мероприятии. Поэтому мы вам сейчас произведем анкетки и вам уже будет это все-таки готово. Ну, не дальше. Вот. И есть еще какой-то вопрос. Я сейчас могу вам сказать. Марина Собола добавить, что это позволит нам улучшить качество, оказываемое в пустоте. Есть вопрос. Да? Вы сказали, что дефицит ориентиров преодолен. На чем вы основываете сингом? Что может быть ориентированным? Это точка зрения, это точка зрения. Да, я понял. Сейчас я пробую. Почему я думаю, что дефицит ориентиров преодолен? Ну, может, я поспешно так подумал, но защищался бы я следующим образом. Я сказал, что сейчас из кинематографа, из фильма ушла вот та линия, которая была спорной. Ушла та линия, которая была под вопросом. Ушла та линия, которая нуждалась в однозначной философии. Мне кажется, что сейчас кинематограф в значительной степени утратил ту самую философичность, которая предполагала экспертизу. Ее просто не нужно. Вот для древнего, старого кино там эта философичность была, и поэтому существовал спрос на эту экспертизу. А сейчас он преодолен. Просто не требуется. Опровергните это. Покажите мне какой-нибудь сегодняшний фильм, который был бы с запросом на эту экспертизу. я не вижу таких лент, которые нуждались. Они как-то другими вещами заняты. Но это спорная позиция, и я готов от нее отказаться или поправлять. Вот Андрей Смирнов в том разговоре говорил, что мне по-прежнему нужна экспертиза. Ну, может быть. Он занимается современным кино, может быть, он действительно это чувствует лучше. А я современным не занимаюсь. Иногда я смотрю то кино, которое выходит сейчас, и иногда даже удивляюсь. Особенно мне нравится фильм, который кто-нибудь беспощадно изругает и скритикует вдоль и поперек. Но я просто, чтобы быть в курсе, посмотрю этот фильм. Наоборот, хорошо. Как этот Сигарев снял история про страна ОС или как он ее назвал? Страна ОС. Нормальный, бандитский, хулиганский, отличный фильм, чудесная сказка, хорошо. Мне понравилось. Мне не понравилось, что на этот фильм наехали эксперты и изничтожили его. Мне это не понравилось. Фильм открытый, он чем-то мне показался похожим, знаете, на эти русские сказки, народные сказки, которые Афанасьев назвал заветные сказки. Знаете заветные сказки собирателя сказок Афанасьев? Это сказки, которые он не мог издать до революции, не мог издать в России. Они были внецензурными, но они были сказками. Это продукт фольклор, коллективизирующий дискурс, он такой. Афанасьев эти сказки издал в Сербии. Там была клавиатура с кириллицей, и слава Богу, потому что в России их не издавали, не издавали, не издавали, и вот только когда Горбачев появился, эти сказки слава тебе господи, и издали в Москве народные заветные сказки. Вот фильм Сигарева про эту страну у вас мне показался похожим на эту заветную сказку матершинную, но она не злоупотребляет этим. Но экспертизы я там не вижу. Вот видите, я сейчас сделал экспертизу, она совсем не философская и уходит в фольклор в 19 век. То есть известная вещь. Но я, скорее всего, не прав, так что давайте искать. Вы говорите кино или не кино? Чем отличается? Ну да, это вопрос уже такая вкусовщина. Что является кино, что кино не является. По вашему. Тогда я, ну если есть время, есть время. Нас не выгоняют отсюда еще? Нет, нет. Значит, это тема целой лекции, но я коротко попробую сказать. Вот скажем, есть исследование, которое специально уделяет важное внимание вопросу хороший фильм или нехороший. Надо различать две позиции. Фильм мне нравится, фильм мне не нравится, фильм хороший и нехороший. То есть существует некоторая объективность в критериях хорошего и нехорошего кино. То есть бывает какая картина? Вот на самом-то деле я знаю от авторитетных людей, что фильм не очень, но мне он нравится, ничего не могу с собой поделать. Или наоборот. Такое бывает, это легко подтвердить. Вот есть московский критик Кудрявцев, хороший автор, и он издал справочный, хороший путеводитель по кино, отталкиваясь от видео, и в конце очень занятная вещь, просто вот ответ на ваш вопрос. Он привел таблицу 100 фильмов, самые рейтинговые, фестиваля, 100 самых-самых супер-пупер фильмов. 100. А рядом он напечатал список фильмов, которые мне Кудрявцеву нравятся. Очень хороший ход. И я вижу, что эти списки не совпадают. Иными словами, существует объективное основание сказать, что это хорошее кино и нехорошее. Для меня ориентиром тут является один теоретик, его звать Бордуэлл, Бордуэл, Дэвид Бордуэлл, это американский теоретик, историк и автор книжек про кино. В целом-то я буду опираться именно на эту книжку. Она хороша, она называется Film Art Introduction. Film Art это страница 400 хорошего флотного текста. И это учебник для американских университетов. Вы представляете, в американских университетах преподают кино. В любых специальных, а не только режиссерах. Film Art Introduction. И вот в этой книжке Дэвид как раз касается вопроса критерий. И его критерии мне нравятся. Я попробую ответить на ваш вопрос этими критериями. говорит, фильм оценивается, хороший фильм оценивается по параметрам оригинальность, дальше сложность, дальше эмоциональная цепкость такая, что я сказал, оригинальность, сложность и эмоциональная цепкость. Еще там есть какой-то четвертый критерий. мне эти критерии нравятся. Вот я ими руководствуюсь, когда сталкиваюсь с фильмом, если фильм не оригинален, то он мне не интересен. Я такое уже видел. Это паразитство, это переписывание. Если фильм не сложный, он не дает пищу моему сознанию, моему восприятию, он мне тоже не кажется хорошим. пищеварен, то есть должна быть сложность его, должна быть оригинальность и эмоциональная цепкость. Кинематограф адресуется к аффектам, не к концептам, не к идеям, этим заняты теоретики науки, а аффектами, которыми они пытаются до нас достучаться. То есть с этой точки зрения аффектов, конечно, кино в сторону уходит от философии, потому что философия делает ставку на концепты, а они на аффекты. Ну здесь возможная перекличка. То есть там есть еще четвертый критерий этого Бордуэлла. Если вас интересует, эта книжка кстати есть, я видел ее в Ижевске, библиотеке иностранной литературы, я удивился. Дэвид Бордуэлл, фильм арт интродакшн, классная книжка. Сейчас вышло уже восьмое издание этой книжки, этого учебника, она висит в интернете, чудо, вообще в лес никаких библиотек не надо. И кстати в этой книжке есть еще одна мысль, может быть полезная для наших взаимодействий, если они могут складываться впредь. В восьмом издании Дэвид Бордуэлл добавляет главку, которая касается профессиональных компетенций, которые он хотел бы формировать в своих аудиториях. Он студентом лекции читает. И он выбирает одно из направлений, чрезвычайно интересное. Он говорит, полезно писать лицензии. которые слушают этот курс, учились, тренировались, набивали руку с тем, чтобы создавать такой очень важный продукт. Рефлексия по поводу. Вот это как раз и будет вклад в эту экспертизу, когда возникает такая вот такая... То есть был бы здоровый если бы вывод заинтересовавшись Дэвидом Бордуэллом, потом стали писать и в нашем Ижевске появилось бы издание какое-нибудь с отликами зрителей на тягущий репертуар с рецензиями. Это рефлексия это очень философски важная работа. Так что давайте перед окончанием нашей встречи напишем по рецензии на какой-нибудь фиг будет блеск и здоровый сейчас совершенно. Виктор Леонидович может тоже у вас он наверное больше относится к игровому кино. Во-первых меня интересует согласны ли вы с этим или нет а во-вторых если согласны то что если я не ошибаюсь в поэтике Аристофель указал на то что по-моему 22 или 23 всего сюжета существует а все остальное ну вот собственно и комбинация. Вот вам кажется что кино за 100 лет исчерпало сюжетные вариации и они в какой-то мере именно этим и обусловлено кино как массовое развлекательное зрелище сейчас стало то есть уделяется большое внимание статифектам и так далее уже меньше значит драматургии и меньше именно проработки сюжета. Я думаю Дима вы и Аристотель правы. То есть мне кажется это происходит или произошло на самом деле а что тогда делать режиссером которые ну вот киношники у них такой хлеб они ищут продолжение в соседних областях посмотрите как широко использует если не сказать эксплуатирует живопись тот же Гринвейд для него это просто как новая страница там не поймешь даже про что это кино про Рембрандта или про героев которых он снимает то есть пересечения переходы я не думаю что вот здесь возникнет кризис они найдут творческие люди найдут о чем говорить или про взаимоотношения Европы под душем помните очень хороший фильм опять короткий такой он снова вдруг становится актуальным так он он снимался будучи уже актуальным он снимался это пророческий фильм годовщине Евросоюза ведущих режиссеров мира попросили снять по короткому фильму на этот сюжет Еврожизнь Евроинтеграция Евросудьба Евро Евро и Питер Грюнуэй снял шестиминутный фильм совершенно головокружительный сногсшибательный пророческий вот так что то что вы говорите так оно и но мы посмотрим с вами фильм хотя я понимаю что вот в этой аудитории мы ничего не сможем смотреть ну кроме каких-то кусочков фрагментов или если чудо фильм будет сделан десятиминутный вот кстати я широко использую со студентами вот этот вот ход на 10 минут старше потому что итальянцы и французы которые сняли испанцы которые сняли по 10 минут воодушевленные вот этим герцем пранком эти фильмы десятиминутные они очень удобные я очень люблю Бертолуччи единственный фильм у Бертолуччи который мне нравится все остальное мне не нравится ну да опять кусочина начинается но фильм Бертолуччи он удобен вот для нашей аудитории ну я надеюсь вы сами тоже бы что-нибудь такое подсказывали потому что я же не знаю что можно было вам предложить что вы любите друзья если есть еще вопросы да да напишите напишите или спросите да пожалуйста какой а вот это вы напишите в этой самой записочке и я в следующий раз найду вам историю я бы попросил не расходиться пока мы не подарили уважаемого Криста Валентиновича а уже уже подарили уже подарили спасибо спасибо Продолжение следует...